Всем привет! Меня зовут Алла Глыва. Я туристический эксперт и хочу вам сегодня рассказать в преддверии осеннего сезона, осенне-зимнего о Доминикане, так как это страна уже, это направление популярно несколько лет подряд с момента, когда запустился чартер. О ценах, о разнице курортных мы поговорим в другом видео, а сегодня я вам хочу рассказать о пляжах, в чем же разница самих пляжах и немножко экскурсов, что такое Пунта Кана, что такое Ла Романа и, собственно, чем там заняться. Также поговорим о ценах, что выгоднее, как правильно подбирать себе или дату, или стоимость, или отель. Но давайте начнем все-таки с пляжей. Основных есть два курорта, это Ла Романа и Пунта Кана. Ла Романа, собственно, вроде как ничего сложного. Это курорт, который находится на Карибском море. Туда же летит самолет, соответственно, добираться вам будет намного ближе. Если же вы летите в Ла Роману и будете добираться в Пунта Кану, то трансфер у вас займет где-то часа полтора-два. Это одна из основных разниц. Дальше про Ла Романа. Плюсы-минусы. Плюсы в том, что здесь не бывает практически водорослей, потому что это специфика океана. На каких пляжах их больше, на каких меньше, мы тоже немножко позже поговорим, когда дойдем до Пунта Каны. Основные курорты в итоге в Ла Романа это Бая Ибе и Бока Чика. Бока Чика точно не рекомендую, потому что это практически только местные пляжи. Основные отели находятся в регионе Бая Ибе. И самая такая тоже большая разница между Ла Романой и Пунта Кана это то, что в Ла Романе небольшой совсем выбор отельной базы. Но тем не менее, можно найти, конечно, где отдохнуть. И в Пунта Кане выбор огромный, потому что до запуска чартерных рейсов всегда летали туристы. Неважно, через Париж, через Амстердам, Стамбул или все остальные стыковочные крупные города. Это была Пунта Кана. Потому что выбор там намного шире отелей. Что еще хочу сказать по поводу цен. Всегда Ла Романа была дешевле за счет того, что здесь отели сами по себе не просто меньше выбора спектра отелей, а еще и они гораздо скромнее. Но в этом году, поскольку, а, летит туда самолет, а, б, нашествие водорослей было вот просто как никогда. Напомню, что эта проблема в Доминикане прям глобально появилась несколько лет назад в связи с тем, что идет потепление океана. Поэтому вряд ли в последующих годах, если вы планируете не в этом, а в 22-23 лететь, вряд ли она будет устранена. Но есть тоже сезонность, соответственно, летом их больше, зимой их меньше. И в связи с тем, что все хотят беспроигрышный вариант и отдыхать без водорослей, многие выбирают в этом году Ла Роман. Хотела вас немножко сориентировать сразу по ходу о пляжах. Прям полностью 4 основных пляжа Пунта Кана мы разберем немножко позже. Про цифры, потому что часто вы звоните с вопросом, а была озвучена такая цена, а почему столько. Разница в том, что в какие даты вы летите, на сколько дней. Один и тот же отель может стоить по-разному в зависимости от загрузки. Это ключевой показатель, почему падает или растет цена. Просто банально, к примеру, цифры сейчас на осень, есть детские каникулы, когда люди улетают в 20-23-24 число, например, или стоит рейс Азура. На эти даты, на 10 ночей, 2 взрослых, даже если вы летите без ребенка, буду ориентировать на 2 взрослых, чтобы было понятно, насколько разница и почему. Поскольку спрос выше, стоимость, например, в Ларомане минимальной пятерки в районе 70 тысяч долларов. Напомню, это с перелетом, все включено, 5 звезд в Ларомане. Кому интересно, рассматриваю Кануа. Этот же отель, вот 70 тысяч он стоит в ноябре. За двоих, говорю, в гривнах, давайте, наверное, для тех, кто смотрит нас и не в Украине, я в среднем разделю, это будет 2 600-2 700 долларов за двоих 10 ночей. Кстати, самолет летает, понятно, и на 7, и на 10, и на 11, и на 14. Рекомендую, если вы хотите лететь дней на 10, обязательно смотреть стоимость, конечно, мы вам в этом поможем, на 10 и на 11 сразу, потому что бывает выгоднее цена, на ночь больше. Также, если вы планируете лететь на неделю, как правило, в 90% это тоже выше цена, чем на 10, на 11 ночей. Это важно знать, поэтому расширяйте свой отпуск для того, чтобы больше отдохнуть за выгоднее деньги. Для сравнения, детские каникулы с 20 числа, если вы будете лететь вдвоем, тот же отель уже будет 86 тысяч, потому что сразу вам походу, это уже 3 200 практически. И, соответственно, я думаю, что даже переводить не надо, 113 тысяч, если вы будете практически в два раза дороже. Если вы будете лететь на католическое Рождество и на Новый год, там вообще практически 126 тысяч, это 4 700, 4 600. То есть, я думаю, вы видите, что один и тот же отель, он может стоить абсолютно по-разному, на разные даты, Поэтому, пожалуйста, когда вы обращаетесь за подпором тура, не стесняйтесь говорить бюджет, потому что именно от бюджета мы всегда отталкиваемся до того, чтобы предложить вам оптимальные варианты по сочетанию цены и качества. В Пунта-Кане отели в сравнению будут, если мы говорим о гривнах, разница 5 звезд в Ла Романе, 5 звезд в Пунта-Кане, цифры начинаются с разницей в Пунта-Кане долларов на 200 дешевле. Никогда такого раньше не было, Ла Романа забито, вот, поэтому будем вам рассказывать дальше о Пунта-Кане. Пунта-Кане, а, собственно, что это? Все о ней слышали, все понимают, все слышали о пляже Баваро, но мало кто знает, что есть помимо пляжа Баваро еще несколько пляжей. И хочу вам рассказать в них разницу, потому что все больше людей выбирает отдых в Доминикане и с детьми, и даже если без детей, то не все хорошо плавают, а есть разница все-таки, где отдыхать. Например, пляж Баваро, давайте начнем с него, это самый популярный пляж, он самый длинный, самый живописный, считается самый красивый, с белоснежным песком, там широкая полоса пляжа, но из нюансов именно этот пляж больше всего страдает от водорослей. Несмотря на то, что с 2015 года у него есть голубой флаг, водорослей есть, поэтому все ательеры очень стараются убирать пляжи, есть спецтехника для того, чтобы туристам было отдыхать комфортно. А еще пляж Баваро напоминает Тихую Лагуну, даже если сильно штормит в океане, потому что вдоль всей пляжной полосы идет коралловый риф на расстоянии где-то 800 метров от берега, и он, собственно, защищает от всех течений, ну и от хищников морских. Следующий пляж, который часто путают как раз с Баваро, это идет как продолжение, называется Арена Гарда, там находятся отели, кстати, по отелям абсолютно спокойно можете выбирать любой отель, зная только специфику, в чем где разница. Я думаю, по цепочкам мы тоже отдельно еще сделаем видео, так как был такой запрос, но за что удобно выбирать Доминикану для отдыха, это то, что если это Иберостар, это понятно, если это Барселло, это понятно, Рио, Хаяты, то здесь абсолютно все имена отелей известны, скажем так, поэтому можно спокойно выбирать, но все-таки в зависимости от пляжа и от начинки. Потому что есть отели, которые делают ацент больше на анимацию, которые больше делают ацент на питание, где-то наоборот более спокойные варианты. Кстати, в Доминикане очень многие отели разграничивают зоны, есть семейные и есть 18+, что тоже очень удобно и пользуется популярностью, потому что Доминикана все-таки часто выбирается для свадебного путешествия или для празднования еще каких-то юбилеев или дат, предложения в конце концов руки и сердца. Кстати, есть отдельное видео о свадебных церемониях, у меня самой лично была когда-то очень давно свадебная церемония, правда на Кубе, но стиль от этого не меняется, поэтому все нюансы могу рассказать. Возвращаемся к пляжам. Так вот, Арена Гарда, начинается этот пляж с отелей Иберостары, тоже целая цепочка. Там же находится Бая, там же находится Рио и там же находятся отели Бая и Хард-Рок. В чем специфика этих пляжей? Там тоже все очень красиво, замечательно, меньше водорослей, но бывают очень часто большие и сильные волны. Поэтому, если вы планируете отдыхать с детьми, будьте к этому готовы, будьте очень внимательны. Если взрослые, то всегда пожалуйста. Также, если вы любите дайвить, то недалеко от этих пляжей находится затонувший корабль, достаточно популярное место для дайверов, пожалуйста, вам туда. Следующий кусочек пляжа, следующая бухта, это Кабеса Дель Торо. Наоборот, рекомендую очень для деток, потому что часто в отелях там достаточно долго идет в нюговодье и очень мало волн. Соответственно, можно выбирать для ориентира, какие отели там находятся. Я думаю, что карта в помощь, гугл в помощь, можно всегда посмотреть. Но для ориентира это Каталония отели, это отели Велив и рядышком находится Маринарио, куда можно съездить, поплавать с дельфинами. Конечно, на них посмотреть, это, мне кажется, самое прекрасное, что есть в подводном мире, поэтому очень рекомендую. Дальше, явно вы слышали, если вы гуглили или собираетесь ехать на Доминикану, пляжи Макао. Макао муниципальное, там еще не построили никаких отелей, но он безумно красивый, я бы сказала, даже самый живописный. Там есть и скалы, и кораллы, и растительность вокруг очень красивая, очень инстаграмное место. В общем, если вы отдыхаете в Доминикане и хотите провести хороший день, можете абсолютно спокойно поехать туда, провести там день. И есть еще пляж Капкана, точнее даже не пляж, это регион, в принципе, где живут, если мы говорим про местное население, только миллионеры, миллиардеры и там виллы богатых американцев, ну не только американцев, но в основном. Вот, чем достопримечательна эта местность, находится Капкана по дороге с Ла Романо в Пунта Кану, туда въезд прямо вот только по, не знаю, по ваучерам, если отель находится у вас на территории Капкана по пропуску, то есть действительно очень такое дорогое контролируемое место. Что сказать про пляжи? Даже потерялось. Почему? Потому что мы жили в отеле, в одном из лучших, я считаю, отелей, которые есть на данный момент на Атлантике в Доминикане, это Хаяцзива и Хаяцзиллара, новые достаточно отели, есть отдельный ролик, можете посмотреть, в чем там разница и почему он самый замечательный. Что касается пляжа, широкая полоса, водоросли есть, но не так много, как на Бавара, иногда есть вход немножко каменистый, есть тоже сразу больше и глубже, есть части, где идет достаточно долго пологий вход, соответственно, поскольку Зива и Зиллара это и семейный, и не семейный, отель только для взрослых, соответственно, можно понять, где какой вход, тем более, что можно пользоваться друг другом. Но мы сейчас не об отеле, есть еще в Капкане отели и Сенчури, например, Капкана, безумно дорогой, красивый, стильный, но там пляж, катастрофа. Тоже есть обзор на моем канале, поэтому вот прям подытожить вам, какие пляжи, там, чем-то одним я вам не могу, именно про Капкану, потому что они достаточно разные, правда, Сенчури и Хаяц кардинально разные пляжи, поэтому, что хочу сказать, в любом направлении, куда бы вы ни летели, я думаю, что вам нужно разобраться, а если не нужно, то, пожалуйста, есть специалисты, есть туристические компании, есть я, есть мои компании, мы всегда работаем для вас, обращайтесь с удовольствием, подберем на ваш бюджет, на ваши даты, под ваши критерии отель, который подходит именно вам. Ну и подписывайтесь, конечно, на мой канал, чтобы не пропускать актуальную, интересную туристическую информацию, а также пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать еще в следующем эфире.